18-летний школьник из Германии Фавиан Бауэр старательно записывает математические формулы. Для него алгебра на нашем языке – дело непривычное. Молодой человек приехал во Владивосток по обмену, чтобы практиковать русский. В Приморье он всего несколько дней, но уже успел побывать даже в Затофокино. Там мы были у бабы Маши, она называлась. Да, и там просто стреляли, встречались с ней, немного играли. Мы сделали эти, как называется, вареники. Мы сами сделали там, готовили. Таких учеников, как Фавиан, которые приехали во Владивосток по обмену, всего 14 человек. Все они живут в семьях своих русских одноклассников и наравне с местными школьниками посещают уроки. А после них вместо домашнего задания отправляются на различные экскурсии. Я думаю, что один час здесь, в России, может быть, это так лучше, чем тысячи уроков в Германии на русском языке. Мы в школе учим другие слова, и здесь мы видим культуру, люди, и мы учим другие слова, которые мы в уроках учим. У нас обычно два или три урока совместных, но всем очень нравится. Обычно помогаем друг другу что-то, объясняем, если им непонятно, потому что учителя говорят довольно-таки быстро, и им тяжело воспринимать. К слову, немецкие школьники в России уже не первый раз. До этого многие из них бывали в Санкт-Петербурге, Самаре и даже Казахстане. В этом году они сами попросили преподавателей организовать им поездку именно на Дальний Восток. Говорят, в Германии очень мало знают про Владивосток и считают его чуть ли не краем света. Это большое приключение – приехать на Дальний Восток, во Владивосток, в тот город, который был закрытым городом. И меня все здесь интересует. Немецкие школьники сразу отметили местное гостеприимство и открытость, оценили море и виды города, а также признались, что русское слово «достопримечательность» – очень длинное и сложное для их произношения. К тому же иностранные гости заметили и разницу в обучении. Что все ученики очень уважают учителя и учительницы. Это очень особенно. У нас в Германии это иногда не так. Поэтому я это очень уважаю здесь. Иностранные ученики приехали к нам из Вальдорфской школы города Штутгарт. Ребята признаются, что программа обучения в двух странах заметно отличается. И многое из того, что проходят наши одиннадцатиклассники сейчас, германские гости еще не изучали. Наши дети изучают русский язык с первого класса. Вообще в Германии в гимназиях учатся до 12 класса, потом они сдают абитур. А в нашей школе дети для того, чтобы сдать абитур, должны закончить 13 классов. Владивосток принимает делегацию немецких школьников по обмену впервые. Возможно, что такой опыт станет началом взаимовыгодного международного сотрудничества. А значит и у владивостокских детей когда-нибудь появится возможность также по обмену отправиться в Германию. По желанию детей будет создана группа с преподавателем с нашей школы, который предложит всем желающим поехать также всеми пожить, познакомиться с культурой Германии. Во Владивостоке иностранные школьники проведут все так называемые пасхальные каникулы. В их программе помимо учебы недельный отдых в детском центре «Океан». А потом на пять дней они полетят в Москву. Руководители говорят, что составляли программу таким образом, чтобы максимально погрузить иностранных учеников в русский язык, быт и культуру. Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.